В гугл-классе вроде написал. Так, давайте идти дальше. Итак, наш самим модуль называется «Техническое обслуживание устройств систем СЦБ и ЖАД». И модуль, в котором в нем есть, он всего один, называется «Основа технического обслуживания устройств систем СЦБ и ЖАД». Он у вас уже, скорее всего, чуть ли не двумя кусками пройден, а может быть и тремя уже даже. Я просто не слежу, какие преподаватели у вас уже были. В частности, это линии автоматики, я имею в виду электропитание, ИТ и БД. Закончены они или у вас все или не все, пока не знаю. Что касается моего раздела, то у меня раздел называется номер 3. Ранее это была дисциплина по названию «Обслуживание, монтаж и наладка устройств систем СЦБ и ЖАД». Ну, а сейчас, соответственно, переименовали в раздел номер 3. «Обслуживание, монтаж и наладка устройств систем СЦБ и ЖАД». Что изучает предмет, наверное, можно выделить из названия. В названии написано «Обслуживание». То есть, очевидно, этот предмет занимается тем, рассказывает, как необходимо обслуживать системы сигнализации, централизации и блокировки. Очевидно, должен рассматривать вопрос, как эти устройства монтируются. Ну и, очевидно, как они налаживаются. Что касается первого. Да, действительно, я об этом в этом предмете очникам рассказываю. Буду ли я это делать из-за очников, мы попытаемся сегодня понять. Что касается монтажа, тоже у очников я немного туда свой нос сую, но ключевое слово «немного». А вот что касается наладки из этого дисциплины, все-таки я выбросил эту самую наладку в другую дисциплину, ну или, скажем так, модуль профессиональный в МДК 4.1, который у вас будет на четвертом курсе. Поэтому там займемся наладками, здесь ничего, наверное, ломать шибко не будем. Это что касается заголовка. Разобрались. Что включает в себя обслуживание устройств? Ну, в принципе, довольно простые ситуации. Например, такие вещи, как выполнение различных измерений, то есть, грубо говоря, диагностика состояния устройств, то есть, диагностика основных параметров устройства могут быть не обязательно электрические параметры, характеристики могут быть и механические какие-то, визуальное состояние, то есть, это все диагностика внешняя. Кроме того, сюда относятся такие операции, как очистка, смазка, окраска. Действительно, этим мы тоже занимаемся. Ну и, наверное, такое действие, как проверка работоспособности наших устройств, чтобы они у нас нормально работали. Если вдруг по результатам предыдущих действий у нас обнаруживается чего-то, что не так, какие-то отклонения, то электромеханик делает что-то с устройствами, которые обслуживает. То есть, как правило, это сводится к регулировке, либо к замене каких-то отдельных неисправных узлов. Что включает монтаж? Ну, монтаж, очевидно, включает это установку, подключение устройств, регулировку, проверку правильности их работы. Так, здесь у нас, собственно, что включает ваше занятие? Ну, почему так снизу написано? Потому что там у меня сверху для очников написано. Если хотите для сравнения, сравнить, пожалуйста. Студенты-очники изучают эту дисциплину в течение четырех семестров. У вас, соответственно, все про все один семестр. В отличие от того количества теорий, которое есть у них, и того количества практических занятий, которое есть у них, у вас просто любодорого. Обучение. 14 часов теории у нас очных будет здесь. И 8 так называемых практических работ, которые, опять же, выполнить вы вряд ли сможете, потому что вряд ли у вас дома есть такие устройства автоматики, как светофоры, электроприводы, рельсовые цепи, китающие установки и тому подобное. Поэтому у вас добрый. При дистанционном обучении ваши практические работы превращаются во что-то непонятное. Либо на какое-то там изучение более тонкое, скажем так, в кавычках, каких-то устройств с написанием отчетов, как многие делают, ну а что еще с вас можно стрести. Либо, соответственно, в моем случае можно попытаться вам предложить заменить самые практические работы, написание их на прохождение тестиков каких-то по нашим с вами темам. Ну, кому не нравятся тестики, те могут, соответственно, остаться на отчетах, какие это будут работы. Я вам в этом случае подскажу, если найдутся желающие, которые будут вместо тестов там проходить. Вместо тестов будут проходить работы. Писать работы. Всего суммарно 22 часа. Насколько на этой сессии я пока еще не считал. Встреча у нас тут будет. Что-то даже с записной книжки с собой нет. Неужели я ее где-то посеял? Ну, посмотрим. Сегодня еще, может быть, заглянем где-нибудь перерывчики, посчитаем, сколько у нас останется уроков на следующую, на следующие заезды. Так, здесь по этому слайду есть вопрос? Уже все открыли? Нет. Нет. Нет, один все еще здесь. Так, идем дальше тогда. Раз нет здесь вопросов, может быть, появятся они попозже. Так, что касается литературы, которой можно воспользоваться для изучения нашей с вами едой дисциплины. Ну, учебник, в принципе, есть. Это учебник господина Капая. Называется «Обслуживание, монтаж и наладок и устроить систему автоматики и телемеханики». Если хотите, то он у нас с вами на библиотеке электронной ОМЦ ЖДТ есть. Можно его там полистать. Начало у него действительно как учебник. Ну, а большая часть – это все-таки не что иное, как выдранные куски из технологических карт. Также одним из элементов, который можно освоить некоторые вещи, которые идут в обслуживании, расписывается эта инструкция по техническому обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки. Благодаря словами, инструкция 3168R. В электронке она есть, в библиотеке ее нет. Если вас желаете получить, ну, очевидно, нужно и спросить у меня, либо поискать в том подборке литературы, которую я для вас приготовил. Далее, основной все-таки, как таковой источник информации для изучения технического обслуживания устройств – это все-таки технологические карты, которые разрабатываются для работников, которые выполняют то самое техническое обслуживание, то есть для электромонтеров и для электромеханик. Они вам доступны. Находятся они по адресу 141tm.yukos.com На этом сайте есть ссылочка на технологические карты. Вот такая вот ТНК-СТБ. Проба будет написана. И если нажать на эту ссылку, то можно к тем самым картам попасть. Кроме того, возможно, кому-то будет удобно изучать, в отличие от технологической карты, техническое обслуживание, на примере вяткинских методических лабораторно-практических занятий, где, соответственно, в отличие от технологических карт, которые приведены на моем сайте или которыми пользуется электромеханик с электромонтером, есть дополнительные какие-то пометки, например, как оформлять записи в журналах, как выглядят те вещи, которые необходимо проверять. То есть картинки есть. По некоторым работам это действительно есть. Ну, по крайней мере, по тем, которые у нас в технику можно выполнить. Ну, по большинству, скажем так, которые можно у нас выполнить. Ну, остальные источники это что? Это scbiz.com, форум железнодорожников. Можно там что-то поискать. Ну, и в последнее время с появлением ковида появился еще вяткинский YouTube, на котором кое-какие вещи тоже можно посмотреть. В Google класс я вас пригласил. Значит, вчера вам ссылочку кинул. Видимо, ссылка рабочая, раз вчера уже у меня спрашивали, как там активировать программу, которую я вам предложил. Так, по этому слайду вопросики есть? Да нет, нету. Да, тоже нет. Пока нету. Какая понятная дисциплина. Вопросов никаких не содержит. Так. Ну, форум там уже мой так не работает. Он так не выглядит. Все мои левые вкладки куда-то пропали. Поэтому, как мой сайт выглядит, возможно, уже заходили, смотрели. Вяткинский, собственно, YouTube. Я там сделал немножко поудобнее, по сравнению с тем, что было. Снизу там сделал еще добавки, где какой у нас с вами там, где какая вкладка, вернее, где какой предмет. Поскольку я тут несколько предметов введу. 3.1.2.1.4.1. Для удобства немножко там распределил. В частности, если вы желаете ознакомиться с MDK 2.1, то открывать вам нужно. Ну, что-то сегодня интернет общая жопа. Еле-еле в душах теле. Тык-тык-тык-тык-тык. Ну, легче не становится. Итак, можно либо зайти в плейлисты, там их на себя выкорчевать, те самые темы, либо найти этот самый плейлист вот здесь открытым. В этом самом плейлисте, если присмотреться, есть такая вещь, как лекции раздел 3. То есть, с учетом того, что я где-то с пару годиков там некоторые лекции действительно вел по Zoom, то удалось мне эти лекции записать. И, соответственно, у вас есть возможность туда зайти в эти лекции и, соответственно, их просмотреть, послушать, если у вас нет желания там, соответственно, какую-то литературу читать. Ну, понятно, что количество этих лекций там достаточно большое. Увидели бы там 65 роликов, что ли, есть. Ну, каждый из них, возможно, там от 45 минут по длине, как пара идет. Ну, короче говоря, захотите, зайдете, посмотрите. Так, возвращаемся в нашу презентажечку. Так, что у нас дальше? Ну, тетрадка вам, не знаю, нужна или не нужна. Если нужна, заводите. Если надо, там что-то все помечайте. Что касается контроля успеваемости, это тоже, мягко говоря, не для заочников. Ну, а раз не для заочников, давайте сделаем вкладку для вас. Так, заочная, да? Значит, у нас с вами что будет? У нас с вами будет одна контрольная работа. У нас с вами будет отчет о производственной практике. У нас с вами будет написано было у меня до этого 8 часов лабораторного практического занятия, да? Ну, соответственно, 4 ЛПЗ. Ну, пока еще мы не решили, как они у нас будут проходить. Я вам предложил два способа. Это, соответственно, тестирование. Либо я вам предложил прохождение, это написание вручную, да? Так, это наше ЛПЗ. Ну, вроде как, собственно, и все, что у нас с вами от вас будет требоваться. Так, вопросики. Я вот не сразу подключился, у меня вопрос есть. Можете повторить по отчету вручную? Это что мы должны будем выполнять для того, чтобы выбрать либо тестирование, либо отчеты вручную? То есть, что для... Очевидно, я вам дам перечень работ, которые у нас выведены у заочников на те самые практические занятия. По памяти я так в башке их не держу. Скорее всего, это будет смена ламп, измерение параметров сигнальной точки автоблокировки, измерение напряжения на электродвигателях, что-то такое. Ну, то есть, в голове сейчас у меня нет, нужно смотреть в календарно-технологический план. Если заинтересует вас, то, соответственно, что делать? Ну, очевидно, составлять алгоритм работы работника. Вот как выполняется эта работа. Такая вот штука. Как я понимаю, по технологическим картам, то есть, мы смотрим, составляем отчет, как это выполняется работа, да? Ну, если хотите, можете смотреть по технологической карте. Естественно, обычно студенты смотрят по методичке, где немножко более... Ну, либо методичка, да-да-да. Более расширенно там, расписано. Еще вопросики? Да пока нет. Ну, как будут появляться, задавайте. Так, что там у нас еще есть в Т5? Так, идем дальше. Ну, это я для учеников там приводил. Ну, в частности, у меня есть, получается... Раз, два, три... Можно вернуть предыдущие кадры? Я переписывал. Ну, пошли. Ага. Спасибо, я скриншот сделал. Перепишу. Единственное, только что, соответственно, еще я там не выбрал, какие вам давать тесты, если вы их будете выбирать, конечно. Вообще, такой способ прохождения. Так, дальше, что у нас? Это я для учеников писал, не для вас. Это как у нас ученики, собственно, проходят эти практические работы, чего, соответственно, не сможете вы поделать. Так, далее. Особенности экзамена первого семестра тоже не для вас. Это тоже... А вот, ну, собственно, то, что для вас начинается. Значит, по окончании наше самое изучение дисциплины, а это будет, очевидно, в следующем семестре, у вас будет экзамен. В этом самом экзамене у вас будут спрашивать только мой раздел. То есть, вот то, что изучается вот здесь, в этой самой дисциплине, только у меня, только у Вяткина. То есть, раздел номер 3. То есть, только техническое обслуживание. Устрой системы СТБ и ЖАД. Ну, очевидно, где-то в вашей подборке для студента-заводчника, в которую мы сейчас в следующий залезем, посмотрим, должны быть, очевидно, перечень экзаменационных вопросов. Что касается момента, когда вы экзамен обычный сдали, то вам предложат сдать экзамен квалификационный. Так же, как по МДК 3.1 у нас получается, заканчивается после меня модуль ПМ-02, и там вы тоже сдаете тот самый квалификационный экзамен. Причем у нас особенность сдачи квалификационного экзамена. Ну, если бы это было вживую, то оно выглядело бы так. Студентам предлагали бы путь кубланков, всяких там, инструментов, материалов, которые необходимо выполнить, и предлагали бы 6 работ, которые необходимо было бы выполнить. поскольку, если ничего не изменится, конечно, во втором семестре вы останетесь на дистанте, то ничего другого нам не остается. Что сделать снова? Это чем-то, этот демонстрационный экзамен, заменить. Ничего умнее, чем заменить его снова тестированием, выполняемым, в той же программе, в которой у вас тесты вы до этого смотрели. То есть, онлайн-тестпад у вас будет также в виде тестов сделаны вот эти же 6 работ, но только вы будете нереально руками выполнять, а отвечать на вопросы по этой работе и каким-то образом зарабатывать те самые баллы. Вопросики по ПМУ, по квалификационному экзамену. Вопросики, как будем сдавать? Не понял вопроса, повторяйте. Как будем сдавать-то экзамен? Так, как я сейчас пояснил, то есть, вместо выполнения работы у вас будет тест по этой работе. Все ясно, Таня. При этом, тест будет построен, ну, с соблюдением логики, как это все в работе в вашей происходит. То есть, первое действие, что там вы делаете, а не будет там все перепутано, а бы как все, то есть, будет более-менее там лаконично. В том числе, у вас там будут спрашивать заполнение журналов, то есть, допустим, будет у вас работа, замена стрелочного электродвигателя в этом самом, в электроприводе. Нужно будет вам оформить запись 2.46 перед началом работы. То есть, вы там текстом пишите, печатаете, как, что там необходимо в этой записи сделать. Потом, по окончанию работы запись пишите. если это, допустим, та же самая замена двигателя, то у вас там есть такая штука, как измерение напряжения. То есть, очевидно, в тесте я как-то это дело сымитирую. То есть, у вас будет там прибор показан, вы его будете настраивать, этот прибор самостоятельно. Потом будете получать измерение с этого прибора, что там, соответственно, измерение нужно будет вести в тесте. То есть, вот такого плана будет у вас тест, который как бы покажет, что вы действительно худо-бедно умеете эту работу выполнять. Вопросики? Ясно, пока все. Пошли тогда дальше. Что касается этих работ, то многие из них у меня сняты на видео. Я снимал их для студентов, очников. Ну, а снято было в основном на заочниках. То есть, вот такие вот штуки. То есть, заочники, когда у меня еще были, которые реально здесь приезжали, которые работы эти учились выполнять. Для них я показывал, они меня снимали. Ну, соответственно, вот как сняли, я так потом и выложил. Какие-то у меня есть более-менее обновленные, то есть, посвежее, снятые уже мной. Какие-то сделаны вот с заочниками тоже, которые на дистанте сидели. В этом году что-то у меня настроя совершенно нет, там что-то переснимать. Кроме того, нам тут запретили Wi-Fi. Использовать. Поэтому я, в принципе, одна работа у меня, по-моему, осталась неосвещенная по выполнению этого изнарения параметров сигнальной точки автоблокировки. Наверное, все-таки обновить мне не удастся. То есть, я кабель до туда не дотяну, чтобы компьютер там поставить свой, чтобы видеокамеру подключить и там снять, как это дело делается. поэтому, очевидно, если надумаем вместе с вами проходить те самые работы квалификационного экзамена вместе на занятиях, то, очевидно, будем по какому-нибудь видеоролику присутствующему разбирать. Так, это что касается, где поучиться выполнять те самые квалификационные работы. на ютубе ищите выполнение работ в той самой вкладке, которую я вам показывал МДК 2.1 плейлист 2.1 Ну, либо на сайте, вот там еще ссылка здесь написана, только не знаю, у меня работает эта ссылка. Нет, ну, проще, наверное, все-таки с ютуба, потому что здесь возможная ссылка уже по этой ссылке удалить. Поэтому лучше на ютубе смотреть. Так, актуализация. Ну, актуализация для очников. Почему? Потому что я им говорил, что нормального учебника нет, хотя там кое-какой Капаевский появился. Для вас, в принципе, вообще не актуальна эта актуализация. Вы заочники. Я даже перед собой даже цели такой не ставлю вас чему-то научить, потому что времени у нас хрен да маленько. Научиться за это время невозможно. Здесь можно просто вот некоторую информацию дать вам, грубо говоря, вас там настроить. Я на этих занятиях, которые вот сейчас у нас идут, с момента появления квалификационного экзамена вообще заочниками занимался только тем, что они у меня на парах здесь учились производить лишь эти шесть работ, чтобы потом их благополучно выполнить. Причина тому, что дома у студентов, естественно, аппаратуры никакой нет, поэтому поучиться они дома выполнять не могут, поэтому я говорил, текст или там техкарты почитать вы можете там и дома посмотреть, методички и тому подобное, а вот, соответственно, попробовать что-то, порегулировать, там попроверять параметры, какие нужно там блоки поменять, там лампочки, все, что есть в этих заданиях, это только можно будет сделать здесь, поэтому благополучно уже, кто же знает, сколько лет я со студентами-заводчиками, вот занимались этими работами, меня там страшно и вопросы задавали, ну, а я там ходил, проверял, что-то там подсказывал. Сейчас второй год у нас идет эта самая дистанционная структура передачи, все никак не вернемся, поэтому, когда сейчас пройдем мы с вами первоначальные действия, я вам предложу, чем вы хотите, соответственно, заняться на наших с вами занятиях, которые у нас с вами будут, на них я, соответственно, могу первое, а что сделать, это также уделить наибольшее внимание квалификационным задачам, что-то там прокомментировать, пропоказать, прорассказать, но, скорее всего, я это буду делать уже включая видеоролик свой с Ютуба, может быть, там заглушу звук и задава там опишу, поскольку тяжело там дурью мать смотреть, это уже созвучный смысла ни особого нет, либо, соответственно, вы там самостоятельно это дело будете изучать, а я могу, например, вам тут какие-то части лекции почитать, порассказывать, ну, техническое обслуживание каких-то устройств, сколько успеем больше за то время, которое здесь у нас с вами остается, ну, пока время есть подумать, как на этот вопрос ответить, так, дальше, что у нас здесь, ну, это вот примеры, как выглядит техкарта, если вы ее не видели, вот примеры этих карты показывают, все, она, грубо говоря, вот такая, я там кое-что выкинул, то есть, вот сама работа описана, видите, вы здесь, что делать, научитесь по такому тексту, если здесь есть только нормативы, и, соответственно, что нужно сделать, очевидно, что те, кто не эсцебисты, им этого, мягко говоря, мало, недостаточно, поэтому, конечно, более удачно для тех, кто решил готовиться к сдаче экзамена, для тех, кто там к сдаче обычного экзамена, в том числе, наверное, более удачным будет воспользоваться вяткинскими методичками, которые все-таки имеют различные фотографии, где там худо-бедно, ну, или в большинстве, или в части, пусть будет, не в большинстве, расписано, как это показано, где какие операции выполняется, что там делал, пожалуйста, берите и пользуйтесь. Так, что-то сказал про демонстрационный экзамен, что-то, что-то, вот раз у меня здесь так чередуется материал, то одно, то другое рассказываю, сейчас речь идет о тех самых задачах квалификационного экзамена, я вам говорил, что их будет у нас шесть, к таким задачам выбрано было у нас в техниках замена двигателя в стрелочном электроприводе, замена лампы и линзы, почему-то не дописано у меня, давайте я подкорректирую, замена ламп и линз, светофора, предполагаем, что у нас какие-то вандалы разбили светофор, то есть необходимо его восстановить, это измерение напряжения и тока в стрелочном электроприводе, это измерение параметров числовой кодовой автоблокировки, это замена блоков в клейном шкафу автоблокировки числовой кодовой и внутренний осмотр стрелочного электропривода, это что касается квалификационного экзамена, Вот такие шесть задач у вас будет. Соответственно, у вас будет шесть тестов, которых будете вы сдавать в квалификационный экзамен. Но не шибко мы такие злостные люди, поэтому эти тесты будут вам доступны. Можно будет заранее их там порешать и, соответственно, подготовиться их правильно выполнять. Единственное только, результат тест вам выдавать не будет. Насколько я помню, там никакой балл он вам не ставит. Возможно, максимум, что будет, покажет количество неправильных ответов. То есть, правильные ответы показываться не будут. Далее, мало того, в этих тестах есть такие вопросы, которые компьютер проверить не может. Например, заполнение журнала ДУ-46. Компьютер такому не научишь. Поэтому получается, что часть вопросов у вас будет проверять комиссия. Поэтому, когда будете готовиться, повнимательнее там все смотрите, учите. То есть, заранее как бы вы не сможете увидеть, что вы там все прошли и точно сдаете там максимальный балл. Здесь только, как говорится, себя сами проверяете. Вопросики по квалификационному экзамену, по задачам, которые на него выводятся. Да нет вопросов. Просто все сложно. Ну, может быть, не все так и сложно. Так. Демонстрационный экзамен. Такая есть штука. Но до него еще, как говорится, нужно дожить. Ибо проводится он у вас на четвертом курсе в конце обучения. Поскольку имеет прямое отношение эта штука к нашему текущей ПМУ, ПМУ-02, то, наверное, стоит об этом тоже подсказать. Итак, я про демонстрационный экзамен что-то вам уже рассказывал, на МДК-3.1 или нет? Вроде бы нет. Ну, только то, что он в скайпе будет проходить. Я это точно запомнил. Нет, вы ошибаетесь.